добрый день сегодня я хочу рассказать о том как существенно можно улучшить процесс работы ваших пастеризационных установок за счет того что вы уже применяете достаточно простыми недорогими инструментами инструменты интернета вещей собирайте данные можете анализировать процесс и обращаться в том числе к опытным процесс инженерам которые могут помочь вам выявить проблемы найти причины и достаточно быстро решить как лучше настроить процесс пастеризации практически на любой пастеризационной основке если она этого позволяет сегодня я пригласил на этот короткий видеоконференцию юрия федяя который представляет компания веровикс юрий имеет огромный опыт работы на пивоваренных предприятиях и вот сейчас мы созвонили чтобы разобрать буквально свежий кейс которому три дня о том с чем можно столкнуться при пастеризации пиво и как это можно выявить юрий добрый день добрый день юр расскажи пожалуйста то у тебя случилось 5 числа мая на оборудование клиента как это проявилось и что тебе удалось сделать этой ситуации окей мы сейчас на мониторе можем видеть и систему мониторин на которую мы устанавливаем на свое оборудование при реализации наших проектов что мы тут видим мы видим основные параметры пастеризационной установки которые мы вывели для контроля и анализа для возможности контроля и анализа что произошло 5 числа заказчик обратился ко мне с вопросом что не выходит пастеризатор на необходимые пастеризационные единицы хотя до этого мы на этих режимах работали а именно нужно было выйти на режим 300 единиц пастеризации 300 единиц по пастеризационные единицы это тепловая нагрузка которая воздействует на напиток пастеризации то есть это пастеризационные единицы это влияние времени и температуры во время пастеризационного процесса на продукт тот процесс который позволяет сделать продукт микробиологически безопасно правильно да совершенно верно но 300 этаж много 300 это много но речь идет о лимонаде поэтому много сахара да 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 там много сахара поэтому и высокая тепловая нагрузка а такие же процессы по пастеризации они я так понимаю в том числе на любых предприятиях которые производят сладкие напитки соки там или все верно все верно в зависимости от того какой продукт пастеризуется в зависимости от этого выбирается единицы пастеризации то есть его тепловая нагрузка и исходя из этого уже внутренние политики компании выбирают для себя тот или иной процесс так как у каждого продукта может быть разное насыщение разные составляющие по сахару по алкоголю и поэтому от этого зависит и процесс пастеризации хорошо а вот здесь на графиках просто чтобы прояснить что здесь есть и почему коротко буквально тезисно почему каждый параметр нужен нужен каждый параметр для чего допустим очень важно понимать и давление в контуре пастеризации потому что в зависимости от насыщения продукта нужно иметь определенные единицы определенное давление для того чтобы не было дегазации продукта а дегазация очень что такое дегазация дегазация это когда напиток становится неоднородным а вспенивается а из-за этого и если напиток вспененный то тепловая тепловые процессы по нагреву продукта они не равномерны из-за этого очень важно понимать какое давление у нас линии выдержки чтобы не иметь дегазации продукта следующий параметр это уровень в буфере тут мы понимаем что как какой у нас уровень и в зависимости от этого мы можем понимать какой у нас происходит процесс на самом пастеризаторе следующий показатель это плотность по плотности мы определяем что у нас в контуре вода или продукт вот на этом участке мы видим что именно в этот период шло заполнение пастеризатора продуктом далее у нас давление в буфере тоже важный важный показатель чтобы нам понимать какое у нас давление при каком давлении у нас хранится уже на пастеризованное пиво перед выдачей на розлив следующее это же не пиво да это в данном случае у нас получается таки лимонад 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 может лезть и то и то это не принципиально температура после пастеризации тут мы понимаем до какой температуры мы пиво охлаждаем перед его закачкой в буферной емкости ну или пиво или лимонад продукт нас и будем называть его продуктом дальше температура пастеризации то есть это та температура которая есть в линии выдержки она же пересчитывается на единицы пастеризации по и у то есть временной параметр время которое находится продукт в линии выдержки и вот эта температура которая в секции пастеризации дальше уже пересчет идет самих единиц пастеризации и и тут мы дальше остановимся более детально на вот именно этом показатели потому что это основной показатель на который ориентируется сам пастеризатор и в зависимости от этих показателей он ведет себя тем или иным образом в зависимости от того как он запрограммирован ну и дальше так что случилось то про проток понятно значит заказчик обратился ко мне с вопросом что пастеризатор не выходит на необходимые единицы пастеризации хотя до этого мы на 300 пью хотя до этого мы в этом режиме работали на что я обратил естественно куда я посмотрел в первую очередь это на график в системе мониторинг экивизор что я увидел вот тут в этом моменте происходило стабилизация то есть нагреве стабилизация пастеризатора и мы видим что здесь у нас 50 но заданной 50 пью единиц пастеризации можно считать что здесь он вышел на свои номинальные показатели да он нагрелся он нагрелся вот в этот момент мы видим что идет скачок по температуре под подавлению в линии выдержки то есть здесь мы понимаем что вы здесь вот в этот момент начинается закачка подача продуктов трубопровод и сам пастеризатор на всем вот этом периоде которые сейчас показываю у нас идет вытеснение воды из трубы и из пастеризатора и вот в этот момент у нас продукт дошел до платномера и в этот момент начал получается мы полностью приняли продукт в линию фаза воды которая была вода в пастеризаторе она слилась и продукт пошел как бы в линию обратим внимание что все у нас все это время заполнение происходило на 50 пью заданных пастеризация при 50 пью что мы дальше видим заказчик понял что он установил изначально неправильное паю потому как пастеризуется при 300 паю из 50 это для чего было а 50 это для пива а понятно не тот рецепт выбрали не тот рецепт выбрали да и получается в процессе работы начали поднимать единицы пастеризации что категорически неправильно так как там категорически почему категорически потому что температурные режимы стерилизационной установки они должны стабилизироваться на заданных единицах пастеризации и только после этого начинается прием продукта здесь же было сделано наоборот и из-за этого вот мы видим тут произошла уже определенная раскачка единиц пастеризации а потом еще впоследствии вот на этом участке мы видим что пропало давление подачи продукта как как вы это 106 вижу 106 киктолитров в час мы видим по давлению вот здесь давление резко упало здесь давление упало соответственно упал проток а если если упал проток значит у нас время пастеризации она увеличится из-за того что проток стал меньше соответственно время в контуре выдержки будет больше и здесь естественно мы видим высокий скачок пастеризационных единиц продукт перегрелся фактически продукт до продукт перегрелся и вот здесь мы видим участок на котором давление все-таки подали то есть где-то насос забыли включить на подачи продукта или еще была какая-то другая ситуация ну то есть это внешний фактор не влияющий на работу пастеризационной установки давление дали мы увидели высокий высокая высокий проток естественно единицы пастеризации упали упали да и в конце концов вот здесь свидетельствует вот этот вот скачок давления на 13 с половиной бар это говорит о том что пастеризатор встал в режим стабилизации то есть у него была скачок паю мы вылетели за допустимые пределы вот тут мы видим сейчас что мы опустились до 185 паю понятно и пастеризатор стал стабилизацию вот этот период он пробыл на стабилизации при 12 с половиной барах и далее мы видим что заказчик скорее всего опять поставил обратно 50 паю и таким образом продолжил работу на 50 паю до выяснения причин если нет инструмента контроля то скорее всего что сошлются заказчик сошлется на том что все-таки с оборудованием было что-то не так у нас как у производителя этого оборудования у нас нет возможности доказать что проблема была на самом деле не в пастеризаторе и мы видим тут двойную проблему первое это то что сначала стабилизировали пастеризатор на одних единицах потом добавили другие единицы а потом мы еще и видим просадку по давлению соответственно по протокту и вот благодаря системы мониторинга мы имеем полную возможность того чтобы доказать заказчику что проблема не с оборудованием а проблема на внешней стороне а именно на подаче продукта и на том кто запускал пастеризатор и каким образом он выставлял единицы и какую программу он задавал вот если говорить про нее в целом про систему мониторинг да просто как пара концепцию раньше же это все-таки было как-то по-другому вот что улучшилось как бы вот если говорить просто про сервис либо говорить просто про работу инженеров и технологов которые будут наоборот что позволяет вот именно для инженеров своей деятельности что лучше то получается ну во первых системы мониторинга были и до этого но они как правило были локальные и до сих пор некоторые заказчики используют такие системы мониторинга там где нужно скачивать программу на флешку потом специальной программой этот эти данные обрабатывать это очень неудобно чем хороша вот эта система это тем что она мобильна тем что я в любой момент за любой период времени могу проанализировать любые данные на любом оборудовании которое устан на котором установлена эта система поэтому есть есть разные разные фишки которые можно использовать это и теги то есть если система выходит за какие-то заданные параметры то можно получать уведомления в том или ином виде и таким образом своевременно реагировать на то на отклонение системы или на те моменты которые можно допустим улучшить потому как иногда мы используем эту систему в том числе и для того чтобы мониторе те или иные процессы можно понимать что можно этот процесс улучшить оптимизировать тем самым снизить энергопотребление тем самым улучшить уменьшить затраты заказчика на те или иные процессы а своевременность сколько времени то заняло от момента когда проблема появилась до момента когда ее решили через десять минут я уже знал ответ ухты здорово и и через двадцать минут и через двадцать минут заказчик получил письмо с разъяснениями что он на что нужно обратить внимание и что нужно сделать следующий раз для того чтобы такого не повторилось и это все из дома я так понимаю в любое время да 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 именно так и было и я хочу сказать что у меня такой кейс уже не впервые тоже была подобная ситуация когда был сброс именно тоже лимонада а лимонад у заказчика подается в полурочном режиме и из-за того что одну емкость закончили ее закрыли а новую не открыли получился получилась просадка в подаче и таким образом также улетела паю вверх из-за снижения протока практически к нулю и пастеризатор сбросил продукт вот вот такой вот кейс абсолютно похожий на подобную ситуацию только там было другое оборудование там было настроено таким образом что при несоответствии пастеризационных единиц он сбрасывает продукт на канализацию вот это наш пастеризатор который мы сделали сами и тут логика такая что и по согласованию с заказчиком что если у нас пастеризационные единицы выходят за заданные пределы то мы становимся в циркуляцию пастеризуем продукт сам на себя до тех пор покуда у нас не стабилизируется единицы пастеризации в течение 30 секунд если они не вываливаются за заданные пределы считается система стабилизировалась и мы дальше продолжаем работать без потерь продукта на канализацию так понятно хорошо спасибо очень мне было интересно посмотреть вот если подобной системы ставить насколько это вот сейчас сложно затратно это первый вопрос а второй вопрос из твоего опыта например сколько нужно времени на отладку системы если использовать вот мониторинг если мы например там я мониторю процесс из твоего опыта сколько нужно чтобы пастеризатор довести до ума но начну сначала насколько это затратно это абсолютно бюджетная система так как можно можно в пределах 500 евро поставить систему и и плюс все это зависит от того на какую единицу на какую единицу оборудование на ставится можно даже уложиться в меньшую сумму это с точки зрения затрат если с точки зрения труда затрат то у нас есть полная инструкция того как это сделать на стороне заказчика самостоятельно поэтому если есть программисты как правило на предприятии они есть то заказчик может сделать это сам со своей стороны а мы со своей стороны уже заведем это все все данные и выведем их в тот вид в котором мы видим это сейчас и в течение одного дня я думаю можно настроить эту систему абсолютно без проблем хорошо спасибо большое благодарен тебе за твое время что уделил вот разобрали интересный кейс если у наших зрителей будут вопросы то мы еще раз с тобой встретимся чтобы может быть пояснить какие-то дополнительные ответы на вопросы скорее без проблем с удовольствием и тебе тоже спасибо на связи всего хорошего